Эстонская школа фехтования Эстонская школа фехтования Эстонская школа фехтования Эх шпаги с 32 лучшими фехтовальщиками планеты Ну а самые напряженные поединки Полуфиналы и финалы Таллинского мяча Пройдут в воскресенье Стоит отметить, что параллельно с личным первенством Проходят и соревнования в командном зачете Эстонским мужчинам предстоит поддержать почин И постараться повторить успехи наших девушек Которые привезли недавно две медали С молодежного первенства Европы Были мужчины, а потом не было женщин Потом вдруг появились женщины Не стало сейчас с мужчинами большие проблемы Например Ну это видимо от того, что может быть Не такая большая страна И не так много занимающихся Прежде всего спорт учит людей думать Соображать и решать Каждодневные наши проблемы То есть считанные доли секунд Вот что самое главное фехтование То есть скорость, ловкость, все это очень хорошо Это все нужно, но без того, что человек умеет Соображать и моментально решать те задачи Которые сейчас жизнь ставит ежедневно, ежесекундно То есть без этого вообще не бывает фехтования По словам Игоря Чекенева Фехтование – это шахматы с оружием Уникальный вид спорта, одновременно развивающий Как физические, так и в не меньшей степени Умственные качества спортсмена Ну а навык мгновенной реакции На резкое изменение окружающей обстановки Может пригодиться в любой жизненной ситуации К тому же фехтование – один из наиболее гармоничных И низкотравматичных видов спорта Обеспечивающих целостное развитие организма ребенка Конечно, не говоря уже и обо всем О романтическом ореоле вокруг сражений на шпагах Понаблюдать за поединками За правообладание таллинским мечом Которые, напомним, продлятся до воскресенья Можно абсолютно свободно Дмитрий Кукушкин, Роман Васильев Первый Балтийский канал